Мы продолжаем с вами изучать внутреннюю Монголию и сейчас находимся в туристической деревне Наобао. Именно туристическая, это не какое-то историческое место, все для туристов. Мы видели вот эту огромную территорию, когда летели на самолете, все светилось. Здесь есть большое-большое колесо обозрения, до колеса обозрения, конечно, мы не доберемся, но все остальное посмотрим. Внутренняя Монголия на канале Denos TV и Denos TV 360, не забываем. Китайская мечта. Для начала будет презентация этого района. Не удивлюсь, если это огромный... Офигеть, какой огромный жилой комплекс. 156 квадратных метров. Цены, конечно же, не указаны, но прям все в таком, в таком пафосном, не знаю, королевском стиле. Вот такие домики есть. Хотите целый вот такой вот коттедж? Но это не коттедж, это коттеджище. Это огромный... Огромный жилой массив. Это, знаете, уже больше похоже на какой-то храм, храмовый комплекс или... Ну, я не знаю. Ну, все это, короче, понятно. Дорого-богато. Китайская мечта, как у них и было написано на самом входе. Ну, на самом деле, это не только китайская мечта, это мечта всего человечества. Иметь такое мини-поселение, в котором есть все. Здесь есть еда, здесь есть вода, здесь есть все условия для жизни. Рассказываю. А, не только для жизни, чтобы себя обеспечить и еще что-то наружу продать. Начиналась вот эта вся красота со старой деревни. Находится она где-то вот там, извините, что показываю пальцем. Деревня была побольше, но часть поселения снесли и построили там вот эти вот новые районы. Это жилые именно районы. Если посмотрите вот туда дальше, светящиеся здания, это на самом деле не здания, это теплицы. Там выращивают все необходимое для проживания. А вот это, вот сюда посмотрите, это логистический центр. То есть, то, что там вырастили, где-то вот еще вот там вот за макетом тоже что-то выращивают. Все это доставляют по всей-всей-всей территории Китая. Здесь склады, здесь машинки, видите, вот их главный офис. То есть, вот это все управляется из этого здания. Здесь живут, там выращивают, отсюда все отправляется. Далее идет зона развлечений. Видите, большое колесо. Вот это вот все развлекательная зона. Именно это называется туристической деревней. Можно снимать коттеджики. Есть несколько отелей. И самое красивое здание здесь Оутлет. Представляете, ни вот тот вот старый храм, ни колесо обозрения, очень красиво подсвечивающиеся ночью. Именно Оутлет, самое крутое здание. На квадрике полетать не получится, но хотя бы так, по макету. Сейчас посмотрим, как это выглядит с высоты птичьего полета. И направимся уже в реальный мир. Какая прикольная капля. Или кто это? Вот это кто такой блестящий? Не знаю. Хвост кита. Вот что китайцы умеют делать просто на отлично. Это презентации. Вот такие вот макеты. Вот посмотришь на них и прям хочется купить здесь квартиру. Магазин сувениров. Обычно сувениры смотрят на выходе, а мы глянем на входе. Слава все еще подбирает четки для своих дочек. 69 юаней здесь все. Вот здесь 3 штуки за 100 юаней. Я уже не помню, когда это было. Вчера, позавчера. Вчера, позавчера. Здесь дешевле? Ну там вообще дарили, но мы постеснялись здесь. Это не считается то, что нам дарили. Ну стандартный набор сувениров. Мягкие игрушки. Символика государства. Олени. Машинки для детей. Квадрокоптеры. Танки, танки. Кстати говоря, в соседнем городе производят танки. И на въезде в город стоит большой, большой, я не знаю даже, танк. Ну это не танк, это мега танк. Ну вот, кстати, по-моему, такая же модель. Какая красота. Да, это все новое. Это не историческая застройка, но все равно очень симпатично. Ну и уличные чайфаньки готовы к приему гостей. Я думаю, набор того, что здесь продают. Тофу, да, жареные мои продукты, картошка. Все то же самое. Кальмары, что можно попробовать практически по всему Китаю. У них есть стандартный такой набор любимых блюд. Конец сентября. Все зеленое еще. Температура опускалась до плюс двух. Это самое холодное, что мы застали во время этого путешествия. А сейчас просто класс. Оля, вам нравится такая погода? Да. Прям приятно, да? Да, приятно и комфортно. Очень комфортно, согласен. А еще пахнет хвоей. Хвойными вот этими сосенками. И перед нами колесо обозрения. И сороки. Сороки я имел в виду вечно голосящие ютюберы. Тиктокеры и инстаблогеры. Отель. Какой красивый отель. Посмотрите вверх. Я подумал, это храм, честно говоря. Только, блин, реально. Храмы тут менее богато отделывают. Центральный холл. Да нет, это вообще музей какой-то. Тапочки, пожалуйста. Ничего себе! Обалдеть! Смотрите, заходим, попадаем вот в такую вот комнату. Это кабинет какого-то начальника. Супер-супер крутого. А если повернем налево, это санузел. Санузел! Стиральная машина. Это есть ванна! Есть ванна! Я в таком восторге просто капец! Как же тут круто! Хочу узнать, сколько стоит такой номер. Где наша переводчица? Оленька, пожалуйста, Оля. Сколько стоит сутки пожить в таком номере? Пожалуйста, узнаете для нас, хорошо? Для меня и для зрителей. Пожалуйста, пожалуйста. Очень-очень хочу узнать. Ну и пожить, конечно. Это как в фильмах, знаете? Стены, которые пробиваются пальцем. И вот такая вот королевская кровать. Ну, кровать, кстати говоря, не очень большая. И у меня в отеле больше. Много-много шкафчиков. Но меня не заставили тапочки надевать. Но по-хорошему, да, наверное, все-таки надо тапочки. И можно выглянуть в окно. Ну, вид из окна, скажем так себе. Слишком много здесь видеоблогеров. Очень круто. Я уже Олю попросил узнать, сколько стоит номер. И я так понимаю, это не самый крутой номер. Потому что вот там стоят возле другого номера. Может, там еще круче. Но я уже не знаю, куда круче-то. Да, есть куда круче. Есть куда круче. Понятно, почему здесь больше народ, чем там. И наше начальство тоже. Начальство, в смысле, компании, которая нас сюда пригласила, тоже здесь. Сколько стоит, нам еще не сказали. Но сказали, можно походить все-таки посмотреть. Просто здесь настолько круто, что я постеснялся без спроса. Кухня. В такой кухне жить можно. А вот готовить совершенно нельзя. Потому что я боюсь, вот этот вот пар, жир, вот эту красоту из красного дерева испортят. Ну, лично мое мнение. Этим только наслаждаться, а не пользоваться в реальной жизни. Это был первый. Супер, супер, согласен с вами. Я не успел вам показать. Там есть второй этаж. Вот это ванна. Прямо перед нами. Посмотрите. Видео в формате 360 градусов. Полная сфера. Вы можете смотреть во все стороны. Если где-то не успеваете, просто можете поставить паузу и покрутить влево, вправо, вверх, вниз. Унитаз умный. При подходе к нему открывается крышечка. Я в этом практически уверен. Но здесь, обратите внимание, это просто ванна. Не гидромассажная ванна. Просто ванна. Что-то как-то даже я разочарован. Я думал, прям там супер гидромассаж. Еще раз. Это частный отель. Вот это вот все можно снять. Попользоваться этим, если у вас есть, конечно, какие деньги. Огромный телевизор. Но телевизорами сейчас никого не убить. Как же хрустить трубу по паркету. Это настоящий паркет. Мы уже выяснили. Это не что-то там такое дешевое. Паркетозаменительная спальня. Видите, так приятно пахнет деревом. Посмотрите все. Да что, посмотрите, посмотрите. Тут я могу не говорить. Посмотрите, посмотрите. Вы, я думаю, уже с удовольствием смотрите во все стороны. Это был второй этаж. Отсюда можно посмотреть вниз, где мы с вами только что были. Молчу. Производитель Германия. Я обязательно посмотрю, что это за бренд и сколько стоит вот эта модель Кайнегер 9. Спальня. Основные спальни находятся на втором этаже, я так понимаю. И вот подсобка, где бабушки живут. Ну, прислуга и Гарри Поттер. И санузел. А что, а здесь нет ванны. Здесь нет, здесь просто огромный душ. Что я могу сказать? Я так понимаю, вы узнали, сколько это стоит? Они не скажут. Не скажут? Правда? Сказали, очень дорого, вам все равно столько денег не хватит за всю жизнь заработать. Поэтому идите от чудо нищеброды. Хорошо, я понял. В общем, я честно в шоке. Не только я. Видите, все стесняются просто туда пройти и насладиться всем этим. Слова, как тебе? Полы, они хрустят. Они хрустят. Да мало того, чистые. Это похоже на настоящее дерево. Паркет, а не какой-то там пена не понять что. Чуешь? Дуб. Все-таки смогли мы узнать стоимость, несмотря на то, что и видео 360, и только что вам говорил, что цену не назовут. Назвали. Около 10 тысяч юаней в сутки. Все зависит еще от времени года. Ну, в общем, 10 тысяч юаней. Изначально говорили, что около 20-16, ну, в смысле 15-20. Ну, а потом вот выяснилось, сейчас можно за 10 взять. Еще одна небольшая гостиница. Но я тут увидел то, чего раньше за 8 лет проживания в Китае не встречал. Это китайский финик. Вот так выглядит финиковое китайское дерево. Обратите внимание, это не пальма. И вообще, на самом деле, это не финик. Это что-то такое яблочное. Ну, я не знаю, как называется этот фрукт. Но точно не финик. Рыбка плавает. Какая она жирненькая. А, вот тут еще есть жирненькие, миленькие такие. Давайте посмотрим вот это здание быстренько. А то так, как мы в предыдущем отеле, который мне так очень понравился, задержались. Тут уже все прошли, посмотрели и уходят. О, нихао. Да, все точно в таком же стиле. Такие же часы. Также все дорого, богато. Думаю, этот не дешевле. Кухня здесь поинтереснее, честно говоря. Во-первых, потому что больше площадь. Во-вторых, есть вот такая вот большая рабочая зона. Или, ну, тут можно сразу покушать. А там такого островка не было. Большой в холодильник. Это место для приема гостей. Именно приема пищи. Но вот здесь вот после того, как поели, можно посидеть, насладиться беседой. Также есть второй этаж. Ого. А вот это стол для чайных церемоний. Да. Кстати, такой столик стоит, ну, как дней 10 аренды этого отеля. Снять одну комнату, конечно же, нельзя. Несмотря на то, что комнат много, снимается прям вот целый такой домик от начала до конца. Начиная от пыли, которая там на пороге перед домом. И заканчивая вот этими вот подушечками животными. Сундуки. Сундуки удивили. Сундуков я еще тут не видел. Ой, как приятно пахнет. Сейфгардом. Душеваем. Уборная. Ну все, я думаю, общий стиль всех этих супер дорогих домиков, гостиничных вы увидели. Не думаю, что что-то нам представят здесь хай-теки, потому что сами китайцы любят именно вот такой стиль. Это вот прям, на мой взгляд, олицетворение китайской мечты. Все золотое, деревянное, большое вот такое. И неудобное, на мой взгляд. Но это же мое мнение. На самом деле я просто завидую людям, которые могут себе это позволить, а я нет. Круто, очень круто. Слава в шоке. Да, я в шоке. Мне сказали 10 тысяч, а я вот так вот. Астрочки и георгины. Вот такие вот цветы растут под финиковым деревом. Корея стайл. Дорогие отели, сосны, финики китайские и русские березки. Слава! Я помню, как Слава обнимал березы в Пекине, когда увидел, аж целовал их. Было дело. А я хочу на колесо обозрения. Можно? Мы пойдем. Серьезно? Да. А ты откуда знаешь? Знаю. Пойдем? Ха-ха-ха-ха! Как ребенок радуется. Мальчику 40 лет. 42, 42, Слава. Ты меня все в малолетки какие-то записываешь. 40 лет. Опять? Часть парка уже функционирует, но достроено далеко не все. Вот видите, здания достраивают. Водный мир. Огромный аквапарк, построенный в форме кита. Тоже-тоже вот идет последняя подготовка перед приемом гостей. Насосная станция вот вижу огромная. Мы видели вот эту вот блестящую непонятную рыбку. Это вот этот вот водный комплекс. Аквапарк. Это не настоящие птицы. Прям будет очень крутой парк. Сейчас восхищает. А что будет, когда его достроят, запустят? А теперь посмотрим налево. Огромный, огромный аутлет. Металлодетектор сразу с измерителем температуры подготовились на будущее. Нарядно-то, да? Вообще. Ну что ж, похоже, все-таки с высоты птичьего полета мы увидим это место. Ох, как хорошо дует. Ну да, в стеклянной будочке. Летом здесь было бы жарко без кондиционеров. Мы находимся в самом-самом-самом верху. Вот прямо сейчас будет точка снижать. Уже снижаем. Все, пошли вниз. Вот тот сейчас сам верхом на пике. Все там прикольно. Прикольно. О-о-о! А что нас наклонило? Это я встал. Ты что делаешь? Сайбайно. Сайбайно. Теперь мы знаем привет по-монгольски. Вы удивитесь, наверное, если, конечно, в Википедию не заглядывали. Внутренняя Монголия вроде как называется Монголия, хоть и внутренняя. Наверное, монголов тут просто выше крыши. 5%. По статистике 5% монголов здесь всего лишь. А основная национальность китайцев. Ханьцы. Выходим, выходим. Нас угостили водичкой. Слава очень хотел пить, но он так хотел выскочить побыстрее, что водички ему не досталось. Ты что, надеешься со мной? Я тебе все отдам. Это без возмездок? Да, абсолютно да. Бесплатно? Я так тебе благодарен. И вот мы на земле. Золотые листья на дубе том. И вообще это не дуб. Судя по листьям. Туристическое место под названием Наобао. Правильно называется туристическая деревня. Но мы спрашиваем, почему деревня? Потому что иероглиф деревни используется в названии. Ну, пускай будет туристическая деревня Наобао. Скоро откроют и сюда хлынут толпы, как минимум, китайских туристов. Ну, а потом, когда границы откроются, надеемся, что откроются, то иностранцев будут ждать. Очень-очень красиво. Посмотрите. Ну, туман не настоящий, конечно, но все-таки туман. Лебеди плавают. Друг зад... Или это гуси? Гуси. Это гуси. Ну, ладно, гуси тоже красиво. Чего ты орешь? А это же недорого. 700 тысяч юаней за квадратный метр? За 120 квадратных метров. Это очень дешево. Это вообще какие-то копейки. Ну, пускай нет такой. Простая. Да, да, да. 700 тысяч юаней, это вообще копейки. Да. В Шинчжине за такую стоимость можно купить 10 квадратных метров. Пускай не 23 тысячи сейчас квадратный метр стоит. Это очень дешево. Внутренняя Монголия, переезжаем и будем жить где-нибудь вот здесь. Ой-ой-ой, а что это, уже потрескалось? Паутина. Можно прыгать, сказали. О, так мы сейчас еще плавать будем? Неожиданно. Что? На лодочке прокатимся? Да. Ну, вон они вот эти сервы. Низкоэтажные, не знаю, сколько там. Таким-то 7 максимум. В общем, вот там можно купить за 700 тысяч. Ну, ведь сказка, согласитесь? Просто параллельная вселенная. Потусторонний мир призраков. Паутина. В общем, все здесь. часто видите улыбающимся во время приема пищи когда пробуешь что-то такое чего еще раньше никогда не видел он не пробовал но сейчас у меня улыбка настолько уже это приросла к лицу я не могу перестать улыбаться счастливее меня сегодня уже точно не сделать это было просто супер мега я в полном восторге и уже сложно подбирать слова а ну что улыбка да никак это с лица не убрать и давайте вот на таких машинках покатаемся интересно как быстро это все заселят как быстро распродадут распродадут всю эту недвижимость несмотря на то что может конечно не правильную стоимость назвали и может нам назвали стоимость не квартиры а квадратного метра кто его знает но это все-таки самый богатый регион китая если вы по такой цене как нам сказали 700 тысяч юаней за квартиру цены были такие же на юге уже бы все распродали но здесь надо приехать через несколько лет и посмотреть как заселили это все да это такая реклама привозят блогеров или просто группу туристов показывают им эту всю красоту катают в надежде на то что кто-то купит либо кто-то сделает видеоролики как мы а уж другие люди посмотрят и может быть купят на самом деле все выигрыши мы развлекаемся а вы узнаете что-то новое мы в степи что такое степь это такие бескрайние просторы поросшие низкой травой редко кустарником никаких деревьев и можно еще гуляя по степи встретить юрты монгольские юрты мы же во внутренней монголии вот там вдалеке вы можете видеть колесо обозрения на котором мы с вами катались вообще это некий такой оазис где можно жить и и не тужить а вокруг то на самом деле вот так во всяком случае раньше было теперь большую часть вот такой вот степи засадили деревьями и вот прям чтобы совсем увидеть вот такое надо постараться я поймал его спорим смотрите эти кузнечик ай ты колючий колючий кузнечик хотел съесть но он ускакал когда ехали вот по этим всем степям видно что трава такая уже пожухлая сейчас конец сентября скоро наверное это все совсем желтая станет и тут наступит такая скукота вы представляете вот это вот все желтая потом коричневая а может потом еще и снег выпадет но горы где-то там на горизонте то есть если я теперь начинаю верить что жилье вот в том жилом комплексе 100 квадратных метров даже больше стоит всего лишь 700 тысяч юаней потому что тут собственно говоря вокруг делать вообще нечего но только что закатом любоваться но это же не каждый день ну нет любоваться то можно каждый день но устанешь же этим заниматься сколько мух все это не настоящие монгольские юрты это гостиницы рестораны все для развлечения туристов это называется экотуризм приехал пожить на природе подарить коровку там забить барашка насладиться закатом я думаю барашков где-нибудь подальше бьет потому что не все готовы такое слышать и видеть и нюхать главное когда на кишечек спарываешь и все это вкуснятина будет когда сваришь я умею портить аппетит до слова я знаю вот это какая-то самая крутая самая большая юрта но нас не и не пустят все закрыто дерево настоящее даже не крашеная только вот скреплено неправильными неправильными гвоздями я только расслышал что там поют хухухато это же город в котором мы находимся хухухато да я сначала не обратил внимание вот когда нас заставили вот это вот говорить нихао хухухато я вдруг услышал я прозрел выучили новое слово название города которая больше нам никогда не пригодится кроме как понтоваться что мы там были юрта 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 мега юрта внешним видом напоминающая какой-то цирковой шатер пойдем посмотрим ого-го-го ничего себе вот это площади для представления я уже представил как здесь по периметру скачут лошади вот это двери как каких-то но не фантастических фэнтезийных в фильмах рассказах бриллианты изумруды серебро и мяг он похоже настоящий не знаю чей но такой мягкий да это конечно выглядит очень круто очень богато это нет это не дерево это пластик а вот косичок косичок конечно до косички можно везде найти но выглядит супер это была такая большая дверь посмотрите как выглядит туалет туалет отделом точно в таком же стиле офигеть это туалет туалет офигеть но в туалет нам не надо денег конечно в бухано в это место я я даже боюсь предположить сколько нам здесь показали презентацию оказывается недалеко находится ипподром это туристическая зона только развивается вообще только вот самое самое начало несмотря на то что некоторые здания уже сданы все-таки большая часть еще достраивается и скоро здесь будет такой прям оазис среди степей а это чё за как будто снег это чё баранина а на улице ночь мягкий ковер я не заметил даже когда заходил там красота здесь еще круче очень резко похолодало прям ветерок такой поднялся сразу после захода солнца ветерок это хорошо комариков сдувает вот 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 тот оазис котором мы были но это мега шатер а ипподром ипподром вон ипподром вот вот за этой вот юртой ипподром увидимся в следующих видеороликах на канале дэнас тиви из монголии внутренней монголии